МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что вы уже хотите меня поправить по поводу хаски. Не только хаски принимают участие, да? На самом деле, да. Это соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта, но принимают участие четвероногие спортсмены породы не только хаски. В основном, конечно, подавляющее большинство – это северные ездовые собаки. Это их стихия, снежные гонки – это да. Но помимо хаски к ездовым еще относятся аляскинские маламуты, самоедские собаки, и впервые в наших соревнованиях примут участие гренландские собаки. Вот такая экзотика. Сейчас она тренируется, команда из Новосибирска, и вот к нам приедут участвовать. Я вот хотела уточнить, они не алтайские, да, получается? Это гости наши будут? Да, это будут наши гости. У нас география обычно, вот наши постоянные участники. Это Новосибирская область, Томская область, Кемеровская. Давайте тогда подробнее о событиях, куда приходить болеть, во сколько приходить болеть, приносить ли какие-то там сладкие, не сладкие, какие-то поощрительные призы для собак. Что посоветуете? Начало у нас будет в 11.30, произойдет все это действие 12 декабря в семейно-развлекательном комплексе «Березка». Парад и торжественное открытие в 11.30, а начало старта в 12 часов. Начинаются у нас традиционно старты с скиджоринга. Это такой тандем, такая команда лыжник и собака. Вот вместе они должны преодолеть дистанцию, собака должна лидировать, помогать спортсмену, а спортсмен помогать ей. Поэтому это на самом деле вот такая вот слаженная команда. Очень эффектное зрелище. И по рекламенту, ну точнее можем сказать, когда закончится регистрация, это будет 9-го только, ну примерно через 40-50 минут пойдет старт упряжек. Ну вот зритель любит упряжки смотреть, хотя скиджоринг – это тоже достаточно эффектное зрелище. Так, и ездовые сами собаки – это вот как раз упряжки, да, у нас получается? Ездовые собаки, ну да, в основном упряжки, потому что это, конечно, собаки, ну что касается, например, хаски, да, это командная собака, именно вот упряжки – это их профиль, потому что сложно собрать упряжку, допустим, из немецких овчарок, да, а вот в индивидуальных дисциплинах – это прекрасные спортсмены, да, то есть 5 километров для них дистанция, ну прям замечательно. У нас будут радезийские риджбеки приедут, вот сильные участники из Новосибирска, вот именно в индивидуальных видах. Вижу, что ждете. Ждем. – Смотрите, а кому праздник, да, это вот болельщикам, а вот для меня всегда как-то вот грустно становится, что же это такое, у людей праздник, а собаки вот работают, выкладываются, напрягаются, вы так не считаете? – Вы знаете, нет, во-первых… – Жалко же. – У северных ездовых, ну и вообще в принципе у собак движение – это жизнь, а северные ездовые для них бег – это просто их стихия, это их предназначение, вот исторические, уже столетиями сложившиеся. Вот, и они очень любят бегать, конечно, нужно собачку и мотивировать, это не значит, что если вот ты родился хаски, тебя ставят в упряжку, ты уже да, и вперед. На самом деле они очень ждут этого бега, на них просто стоит посмотреть, когда мы достаем шлейки, выгоняем машину, и начинаются просто радостные прыжки. Вот, на соревнованиях тоже зрителю стоит посмотреть, как стартуют упряжки. Они прекрасно дифференцируют тренировки от соревнований, и на тренировке, ну это радость, конечно, радость бега, радость каких-то новых трасс, а соревнования – это еще волнение. Они как люди, они прекрасно понимают, что это очень ответственно, они переживают, волнуются. И они, на самом деле, вот бег – это их страсть. Важно человеку, который дрессирует, тренирует, вот ездовую собаку не испортить. Да, вот это подкрепление только позитивное. То есть нельзя, ну, никаким образом собаку наказывать за то, что она что-то не так сделала на трассе. Ну, хотя иногда хочется, но просто это… Я вас понимаю. У собаки пропадет мотив к бегу, и она не будет любить это занятие. И поэтому нужно только позитивное подкрепление. Как-то вот это вот волнение перед стартами, перед гонкой, тренер собачьей команды, человек, он как-то может там сгладить? Да, конечно, как говорят, что все эмоции по обеим сторонам поводка. То есть если хозяин волнуется или гонщик, да, то собака волнуется еще больше. И наоборот. То есть нужно как-то, да, все зависит от умения гонщика успокоить. И группы поддержки, как правило, это семья и друзья. Ну, вообще, издовой спорт – это очень семейный вид спорта. Потому что невозможно кому-то одному из семьи увлечься, а остальным оставаться в стороне так просто нереально. Поэтому вот зрителям, наверное, интересно будет посмотреть. Вот у нас на гонках будут целые династии. То есть можно увидеть бабушку, дедушку, маму, папу и дети, внуки. Причем у каждого свое дело, свое занятие, и каждый четко знает, что ему нужно делать в этот день. Отлично. Судя вот по тому, с каким вы настроем и готовностью взялись за подготовку, за участие в Алтайской зимовке 2015, опыт 2014 года оказался положительным. Вы же тоже принимали участие. Да, мы в рамках Алтайской зимовки уже второй раз наша гонка будет стартовать. Ну, а вообще, это наша пятая гонка «Стрела Ульгения». У нас такой своеобразный юбилей. А вообще в нашем арсенале Алтайской федерации ездового спорта – это седьмая гонка. Не считая двух наших путешествий, мы организуем путешествия каждый зимний сезон по Горному Алтаю на упряжках. Но это не в формате соревнований, это именно экспедиция, такой же формат. А пообщаться с этими спортсменами, четвероногими у болельщиков будет возможность? Или это, знаете, как никаких комментариев, никакой автограф-сессии, то есть ничего трогать не разрешается? Или будет какое-то общение, какой-то контакт? Конечно, надо пожелание такое к зрителям, к нашим болельщикам приходить с заряженными фотоаппаратами, потому что будет возможность, конечно, оставить замечательные фотографии, да, просто на память и с собаками, и старты собак, и много красивых картинок, я думаю, болельщики унесут. Единственное пожелание, что только с позволения хозяина к собаке можно подходить и общаться, потому что, если, например, еще старт не прошел, то уже возвращаемся к теме о волнении, то есть там будет недотисканье и знакомство. Так же, как и спортсмены, не надо трогать перед стартом, они настроены на победу. Да, они вот и так волнуются. А вот после этого уже, конечно, ну, согласие. И вы задали вопрос по поводу угощения? Нет. Потому что собаки – это тоже спортсмены, у них очень такое… Своя диета. Да, своя диета, свой режим и поение, и кормление, поэтому нет. Насколько собаки вот таких вот пород, которые могут участвовать, да, в каких-то гонках, участвовать в издовом спорте популярно в Алтайском крае, насколько часто приходят к вам и говорят, а мы хотим к вам в федерацию, у нас вот есть собака, несколько собак, есть бабушка, дедушка, которые готовы управлять этой упряжкой? Да, ну, на самом деле не обязательно иметь собаку. Ну, у нас есть спортсмены, вернее, участники федерации, члены федерации, не имеющие собак, потому что, например, есть питомники, где много собак, да, то есть можно, например, заниматься, приходить, брать собаку, тренировать и выступать с собакой. Не у всех же есть возможность держать собаку вот у себя в квартире, например. Вот. А вообще-то у нас федерация открытая организация, то есть можно всем желающим. Бабушке и дедушке или обязательно нужна какая-то спортивная подготовка или, не знаю, там навыки дрессировки, ничего не нужно, всему научите? Да, конечно, обязательно, да. Ну, и не только бабушке и дедушке, у нас вот стартуют маленькие гонщики с 6 лет, допускаем участников. К стартам, да? Да, к стартам. Ну, конечно, это по безопасной трассе, без экстремальных поворотов, подъемов, это короткий отрезок трассы, но это все равно очень интересно для детей. Ну, мы вообще особое внимание детскому спорту, издовому уделяем. У нас юниорские старты пройдут тоже в рамках нашей гонки стрела ульгения. Детские старты. Мы всегда отмечаем всех спортсменов. А дети-то будут выступать, да? Да, 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 они будут. В рамках соревнования, в детской зимовке будут дети. Да, после основных стартов будут детские старты, и упряжки, и эскиджоринг. А можете назвать самого младшего участника? 6 лет будет ли старше? Или пока не можете назвать? Ну, у нас есть постоянный участник наших соревнований, он стартует с 5 лет. Вот я сейчас могу сказать, просто он уже зарегистрировался. Это Лукаш Симеон, это наша звёздочка, он уже появлялся на экранах телевизора. Очень серьёзный мальчик, очень целеустремлённый. Будем следить. Время беседы, к сожалению, ограничено. Будем следить за стартами упряжек, будем следить за вашей деятельностью. Ну и встретимся на Алтайской зимовке. Буду рада увидеть всех. Взаимно, спасибо большое. Я напомню о том, как будет проходить праздник открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка-2015». Мы говорили с Юлией Бочарниковой, это президент Федерации ездового спорта. До встречи. Продолжение следует...